Северная Корея и Южная Корея идут стратегически по пути сближения. Это понятно, они живут на одном полуострове, это один народ с общей историей, по большому счету с общей экономикой, которая оказалась разделенной последние 60 лет. И стратегически это объединение севера и юга, я думаю, неизбежно, и оно произойдет. Что, конечно, совершенно не устраивает, прежде всего, Соединенные Штаты и Японии, которые будут этому препятствовать. Вот где главный мотив, потому что они боятся появления в этом регионе, в Северо-Восточной Азии, нового серьезного игрока, сопоставимого по своей мощи с Японией. Поэтому я не думаю, что все будет упираться в ядерный фактор. Да будь там, если даже допустить, что Северная Корея уничтожит все мощности по производству ядерного оружия, средств доставки, в любом случае остается мощнейшая ствольная артиллерия, которая и система залпового огня, у которых у Северной Кореи более чем достаточно. Поэтому с точки зрения военной, северно-корейцы себя смогут защитить. Это прекрасно понимает Трамп. Для американцев, конечно, представляет определенную угрозу последние модели корейских ракет, которые были испытаны. Их, может быть, произведено там порядка, было произведено порядка 10 штук всего-навсего. Но, тем не менее, эти ракеты могут достичь территории Соединенных Штатов. И это, конечно, Трамп учитывает. Это предоставляло определенную долю дискомфорта. Поэтому, собственно, это было тем поводом, почему Трамп разместил в Южной Корее ТХАТ. Это перехватчики, которые могут, в принципе, на взлете эти ракеты уничтожать. Вот это реальный интерес Соединенных Штатов, потому что система широкомасштабной противоракетной обороны должна продвинуться вдоль границ Китая и России. Вот где ответ на вопросы о стратегических интересах США. А не на угрозу, так сказать, вроде бы корейской. Поэтому, если даже сейчас, после этих договоренностей, северный корейцы уничтожат все свои ядерные ракеты и средства их доставки, что, в принципе, они могут сделать, с точки зрения военной, это мало что будет означать для Соединенных Штатов, они ничего не сделают в ответ. Они не будут смягчать санкции, они не будут смягчать напряженности, потому что им не нужно, чтобы Северная и Южная Корея объединились. Им не нужно, чтобы появился мощный новый политический фактор Северо-Восточной Азии. И этот фактор, конечно, будет исключать американское военное присутствие, в том числе и элементы широкомасштабной системы ПРО, наземные, которые сейчас размещаются в Южной Корее.